Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. Сегодня я вам покажу мои 5 любимых книжек, в которых вы узнаете, как рисовать технические эскизы, как сделать это правильно, как изображать различные детали, если вы рисуете фэшн-иллюстрацию, фэшн-дизайн и технические эскизы. Опять книжечек. Начну я с одной из моих любимых, которых стала моей настольной книжкой. Называется она фэшн-опедия. И это действительно такая библия моды, в которой собраны практически все необходимые вам элементы. У меня очень приятный форматик. Он опять. И здесь начинается все с фатурического костюма. После этого просто огромная библиотека технических эскизов. Если вы не знаете, как что-то нарисовать, как что-то называется, для тех, кто хочет изучить английский, смотрите, все подписано на английском. Соответственно, вы можете не просто понять, как все нарисовано, но еще и изучить, как это все делается. Очень хорошо и качественно проработанные рисунки. При этом отдельно видите юбки, блины, как рисуются те или иные элементы. Детали, свитера, кардиганы. Тоже вот здесь есть разнообразные типы вязок, воротников, брючки, как обозначаются те или иные детали, какие есть типы брючек, соответственно, типы юбочек. Самыми разнообразными складками, здесь она прям вся собрана из рисунков. Здесь есть отдельное нижнее белье, отдельно есть детальки, как рисовать воротники, как рисовать кармашки, лукова, шокетки и так далее. Рисуем аксессуары, много внимания уделяю кепкам, очкам, шарфам, сумкам. По сумкам обуви у них вообще есть две отдельные этнические у этого издательства, но мы сейчас говорим именно про одежду, поэтому в меньшей степени, как рисовать кристаллы, кольца, можно даже размеры померить, какой вам подойдет, сережки, подвески, как создается текстиль, какие есть условия его эксплуатации, что нужно помнить. Здесь вот в инфографике показаны там способы создания ткани, как это все выглядит в переплетениях, трикотажные переплетения, что редко где найдешь. И вот здесь там очень классно все показано, фотографии кружев и всего остального. И примеры всяких узоров, нанесения, соответственно, как строится процесс, и как строится производство, прям вот такой офис полностью. Смотрите, описан мастерская и офис, как это должно вредить. И, соответственно, базовые лекалы, которые будут на тех или иных изделиях, плюс еще технологические схемы, заклепки, молнии и тогда лея. А еще типы фигур, они включились. Там ноги, руки и варианты причесок, которые, возможно, вам понравятся. Варианты макияжа, глаз и основные базовые измерения. На самом деле, это действительно такой армонах, визуальный словарь моды. И у меня уже вот постоянно, на столе, когда мне что-то нужно посмотреть, не хватает идей, не знаю, как чего, я к нему обращаюсь, он действительно является моей настольной книжкой. Это данный словарик моды. Вторая книжка, которую я не видела, ее аналогов, к сожалению, на других языках, это «Как рисовать технические пуски». Это уже второе издание, у меня есть еще первое. Здесь тоже, видите, разборка технических элементов, как фигура изображается, какие есть типы, как правильно фотографировать и подробно, подробно о том, как рисовать технические эскизы. Если в первом издании у них было все от руки, то здесь они уже включили рисунок в программе. Вы знаете, какой? Adobe Illustrator. Вот, потому что это международный формат, очень много фирм работают именно в Adobe Illustrator. Вот, у них тоже эскизы, видите, здесь у них есть свои определенные понятия, как правильно, как неправильно. Не могу сказать, что я абсолютно всегда с ней согласна, но, тем не менее, вы найдете здесь очень много всего интересного, полезного и вдохновляющего. И точно так же здесь есть описание на английском, как и что выглядит. И самое классное, они отшили макет и отрисовали на них эскизы. То есть, фотография макетки, как это выглядит в эскизе. Фотография макетки, как это выглядит в эскизе. То есть, когда вы понимаете, что у вас не просто какой-то красивый рисунок, а этот рисунок действительно подразумевает, что он будет потом воплощен в реальность. Так что вот эту книжку смело рекомендую тем, кто хочет серьезно заниматься техническими эскизами, отрисовкой, обработкой. Вам она действительно очень здорово пригодится, понадобится и будет крайне-крайне полезно. Ну, соответственно, здесь далее много-много интересного там про детали, про элементы, как это прессовывать, как выглядят карманы, складки. Все-все-все здесь собрано. Кому интересно, обязательно себе приобретайте. Одна еще книжечка для трикотажников. Она не совсем про технические эскизы, но именно про изображение трикотажа. Здесь очень много всего интересного собрано. А как изображать какие-то нитки, да, имея данное изобретение, изобразить, как оно будет рассмотреться, нафигнивали. Соответственно, все вот здесь мы с вами показываем, как рисовать то или иное переплетение. При этом я нарисовала трикотажник, потому что, посмотрите, распределение петель по фонтурам, оно здесь тоже есть. То есть, вот очень все качественно сделано. Прекрасная печать, все очень хорошо видно. И что я еще отдельно хотела показать, в этой книжке есть элементы, когда, как нам правильно с вами рисовать воротники, застежки, манжеты, края. Здесь они тоже это все показывают. Такая ценная информация, которая вам точно понадобится. понадобится. Ну и две любимые книжки. Вообще на них, по-моему, объявлена охота. У меня они есть в личной коллекции и скоро, я надеюсь, у них у нас будут продажи в магазине нашим книжным, потому что их у нас раскупают, мы не успеваем привозить тиражей, а четыре тысячи изображений. Я просто немножечко пролистаю, не буду листать детально, просто каждая, каждая страница заполнена разнообразными элементами, как что-либо изображать. Это просто фантастические книжки с фантастическим количеством труда, вложенных в них. И это вот первое именно по деталям, а второе я вам покажу по нижнему белью и купальникам. Кстати, вот очень многие страдают, как рисовать складки, бухлые, режимы. Здесь это тоже все изображено. И как бы если для вас эта тема сложна, то вот книжечку постарайтесь себе заиметь и держать ее где-то под рукой, когда у вас возникает кризис жанра, вы не понимаете, как что-то нарисовать, не хватает идей, она вам очень даже поможет. И насколько я понимаю, в принципе, она выпущена с целью того, что если у вас вдруг какая-то проблема, то вы к ней обращаетесь и отсюда черпаете идей. Смотрите-ка, все складки рисовать. Проблема есть со складками? Открываете книжку, копируете отсюда складки 2-3-4 раза, и потом вы уже умеете их рисовать. А вариантов тут просто море. Вот рисую не хочу, любые, какие вам нравятся, вы можете соответственно изобразить. очень-очень-очень много разных вариантов. Я листаю через несколько страниц этих дом. Книжка толстенная и то, что у нее написано 4000 вариантов и действительно 4000 вариантов. И еще одна книжка тоже с цифровым названием. А это 1000 фэшн дизайнов по нижнему белью и купальникам. Тоже за нее у нас идет драка постоянная. Есть она у меня пока в одном экземпляре, моя личная, из моей личной библиотеки. Больше я ее пока не могу дождаться от издательства. Она там закончилась, никак мистераж не появится. Но вот она очень классная. В ней собрано такое количество идей, такое количество вариаций, просто загляденье. Сначала здесь собрано нижнее белье, при том смотрите, видно, что используются одни и те же модели. Девчонки, да, они постараются, просто на них сделаны разные вариации белья. Но когда кризис жанра, когда нужно набраться каких-то идей, посмотреть, соответственно, вот он ответ, откуда это все черпать. Здесь не одна коллекция, здесь можно, мне кажется, основать брендов по нижнему белью и у вас все получится очень круто. Копальники, при этом стили рисунка разные, видите, какие-то на фигурах, какие-то просто, показаны там самые разнообразные. Здесь через книжку идет несколько стилей, есть от более ажурного такого кругленького романтического до более спортивного. Соответственно, она вся вот так протекает. Вот такие книжки я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, что для вас это стало очень полезной информацией и вы увидели, что там внутри. И возьмете себя на вооружение, если вам какие-то приглянулись, смотрите внизу я оставляю описание на все книжки плюс ссылки, где можно их приобрести. На этом все, до скорых встреч, пока-пока. Будут вопросы, обязательно пишите и не забывайте подписаться на мой канал, будет еще много всего интересного.